Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами продолжаем рассматривать необычные модификации трофейных танков. Ранее на моём канале уже выходили ролики про немецкую доработку Т-34, ссылку вы найдёте в закреплённом комментарии. Сегодня же у нас танк «Матильда», которому немцы присобачили свою 50-мм пушку. Как известно, немцам во время боёв во Франции удалось захватить 29 «Матильд». Позже, во время боёв в Африке, африканский корпус захватил ещё ряд танков. Эти танки были ремонтопригодны, а часть из них применялась для обучения танкистов. Считается, что конкретно наш танк был захвачен немцами в Северной Африке и до захвата имел бортовой номер 111. Танк был практически не повреждён, и позже его отправили в Голландию, где он принимал участие в учениях для так и несостоявшейся операции «Морской лев». Мы можем увидеть несколько фотографий с этих учений. В конце 1942 года стандартная башня «Матильды» с двухфунтовкой была демонтирована, а на её место установили 50-мм пушку. Притом немцы не стали дооборудовать башню танка и ограничились дополнительным броневым щитом. Этот щит оснастили креплениями для двух пулемётов. Причины столь необычной доработки до сих пор неизвестны. Скорее всего, немцев не устраивала двухфунтовка. Возможно, замена орудия решался вопрос с нехваткой боеприпасов. Немцы пошли по пути наименьшего сопротивления и не стали переделывать башню танка, как это сделали в Советском Союзе, запихнув «Матильду» 76-мм пушку от танка КВ-1. Но при подобной модификации в и так небольшой башне «Матильды» становилось слишком тесно. Работать экипажу было неудобно, да и в целом при установке нового орудия требовалось большое количество переделок. Поэтому немецкие ремонтники не стали заморачиваться и просто убрали башню. Считается, что 50-мм пушку сняли с разбитого танка «Панзер-3». Остальные модификации танка были косметическими. Его перекрасили в немецкий камуфляж, а на борту через трафарет написали название машины – «Освальд». Хотя её полное название звучит совсем уж монструозно в привычной немецкой стилистике. Его вы видите сейчас на своих экранах. К сожалению, неизвестно, принимал ли «Освальд» участие в боевых действиях. Сохранившиеся фотографии в основном демонстрируют учения. Также можно найти фотографию «Освальда» во время морских учений. Конечная судьба неизвестна. Вполне вероятно, что он применялся против войск союзников при боях за Голландию. Увы, машина не сохранилась до наших дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова